Всем приветики, дорогие друзья! Мы с мистером Котом и снова рады приветствовать вас на нашем YouTube-канале. Сегодня у нас Джиджинка. Очень классный летний такой солнечный макияж у Джиджи. Давайте его повторим. Я нанесу в качестве праймера Fixed Spray. Возьмем тональный крем Dior. Очень классные два тональных крема. Один более матовый, плотный, другой, с таким glow эффектом. Называется Они Forever. Еще у них очень классный консилер, такой большой, с большим импликатором. Возьмем glow. Наношу на все лицо. Мне очень нравится, как он наслаивается, если хочется сделать покрытие более укрывистым. Можно его наслоить, и вообще не видно. Вот, смотрите, уже затонировано. Чик-чик, готово. Нанесу немножко консилера. Вокруг пробегаюсь, чтобы не было каких-то выраженных цветных пятнышек, которые бы отвлекали нас от мейка. Возьмем concrete chestnut. Он у нас будет один из основных в этом мейке. Сделаем с его помощью коррекцию. Даже, я бы сказала, бронзинг, потому что нам нужен такой золотистый эффект на кожу. Бронзового загара. Прям мягко я его наношу. Поделяю скулы, но при этом скорее такими круговыми широкими движениями, чтобы он как румянец, такой бронзирующий эффект был. Чуть-чуть провожу через носик. Раковые поверхности лба затемним. Я прям здесь хочу, чтобы заметно было, потому что, во-первых, такой золотистый румянец, как от бронзера, это тренд. Мы его любим. Загарчик такой. Возьмем синтетическую кисточку и оттеним складку верхнего века. Нанесем и растушуем. Только во внешнем уголке. Сюда не заходите. Можно чуть-чуть сильнее вывести у внешнего уголка и поднять к бровям. Наношу на нижний век. Нижний я вывожу наверх, соединяю в такую, как бы, как от стрелочки хвостик. Растушую и вытяню. Плоской кисточкой я добавляю у внешнего уголочка. Как будто мягкую стрелочку выводим. Я вот еще кисточки, границы все подрастушую. Теперь давайте наносить блеск. Металлайст Купер. Он такого медного цвета будет оттенять века. И золото. Золото как гранд акцент. Чуть-чуть фиксит спрея на кисточку. Немного влажной наношу кистью, чтобы затереть немножко блеск. Здесь он нужен как будто втертый в кожу. Подбираюсь к внутреннему уголочку. Растушевываю наверх. И мягкой кистью перетушуем это все. С другой стороны также все перетушую. Наносим на нижнее веко. Вдоль того затемнения, которое мы делали. Теперь с золотом. Также влажной кистью. Хорошенько ее намочу. Смотрите, какой получился классный эффект. Вот акварель, такое золото-жидкое. Красиво. То, что надо. Наносим его на внутренний уголок. И растушевываем на подвижный век. Вниз. Немного растушуем границу особенно. Смотрите, что мы сейчас с вами сделаем интересненькое. Мы возьмем белый конкрет и нанесем небольшой кистью во внутренний уголок глаз. Сначала перенесем цвет нижнего века. А дальше начнем его немножко тушевывать. Он начнет смешиваться с металлизированным пигментом, с консилером, если сильно вот так вот поднадавливать. И получится эффект высветления бежевого. Чуть-чуть растушую кисточкой, которая растушевывала металлайст. Но это только для того, чтобы немножко на этом высветлении осел блеск. Beautiful. Можно даже еще совсем чуть-чуть на внутренний уголок, чтобы был эффект прям блика яркого. И подприжать кисточкой, которая растушевывала металлайст. Еще немного белого набираем. Заползаем под последнюю ресничку здесь и немножко вытягиваем. Такое чувство, что хотим немножко удлинить разрез глаз. Сразу пальчиками чуть-чуть перебиваем. Глаза от этого будут более по ощущениям вытянуты. Вот у меня здесь конкретно честно. Давайте сразу немножко обведем губы. Я их увеличу. Округлю. Референс у нас с вами губастый достаточно. Вы увеличиваете, конечно, в пределах разумного. Отталкиваясь, так сказать, от природных данных. Но все-таки губы, когда побольше, когда они пухлые, это секси. Нарисовала, так нарисовала. Обман, все обман. Но мы никому не скажем. Мы никому не скажем. Можем накрасить ресницей. Я подкручу. Ресницы будем красить очень ярко и сразу вбок. Все к вискам. Клоранс возьму. Тушь. Вот она как раз супер яркая. И ее эта яркость, она мне здесь только на руку. Движения все вбок. Чтобы такой кошачий разрез, узкий глазик получился. Пока верхние ресницы сохнут, давайте добавим немножко румянца. И докрасим губы. И это будет у нас оттенок пич. Потому что он идеально сюда подходит в сочетании с контуром чеснот. Прям точечку будет у нас оттенок. Это очень классно. То, что нет у вас такой подходящей помады. Вы хоп-хоп. И сами получили и сделали. Обожаю, конечно, вот контридство. За то, что можно взять и получить тот цвет, который хочешь. Чуть-чуть в качестве румянца. И на губы. Я не плотным слоем, а как бы втираю в контур. И в губы втираю. Хочу побольше коррекции. Я возьму чокола, чтобы усилить немножко эффект. Он холодный, поэтому он классно очень скулы продавливает. Реснички нижние накрасим. Только вот с внешней части. И тоже бок. Консилером почистим. Очень классно консилер дополняет этот тональный крем. Его можно даже не растушевывать, а просто вот так вот кисточкой прибивать к коже. И он отлично сам растушевывается и втушевывается в общий тон. Чуть-чуть границу растушевки с бровями. Побегусь. И, кстати, давайте немножечко проработаем брови. Нам особо в этом мейке бровей плотнее делать не надо. Они и так свежепокрашенные. Выглядит достаточно ярко. Я просто добавлю несколько волосков в тех местах, где есть какие-то пробелы. Легкое-легкое-легкое корректирующее действие. Достаточно. Сияния хочется еще, поэтому я возьму остатки металлизированных пигментов. Нанесу в качестве хайлайтера. Остатки самое то, так как их немного, блестит не слишком сильно. Но есть вот этот такой солнечный блеск. Чуть-чуть также все остатки из кисточки стараюсь оставить на губах. Чтобы здесь тоже такая немножко блестинка появилась. Есть в этом макияже один очевидный акцент. Это вытянутый внешний уголок глаза. Я только во внешнем уголочке прорисую хвостик от стрелки. Как бы удлиняя реснички. Прямо к последней ресничке подбираетесь и как бы из-под нее выводите. Похоже на ту технику, когда мы делали с вами сицилийскую вдовушку недавно. Но там можно было не стараться, потому что нужны были немножко размазанные смоки. Как будто бы они уже так денек пожили. А здесь нужен хвостик тоненький, аккуратный. Когда вы не прорабатываете целиком стрелку, вы не округляете глаз, он получается более вытянутый. Если хотите еще более вытянутый, вытягивайте, делайте ее длиннее. Я не люблю слишком сильно, когда оттянут только внешний уголок. Мне кажется, что я совсем такая прищуренная получаюсь. Поэтому я вот здесь вот и остановлюсь. Тем более, что у Джиджика у нас тоже не очень большая стрелка. У нее вот немножко натянута вот так. Если мы вот так натянем, то в целом да. Вот оно у нас и получилось. Я как будто бы хочу больше румянца. Да. И давайте зафиксируем пудрой только в тех местах, где блеск кожи нам не нравится. А он нам не нравится вот здесь. 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 И вот здесь. Для всего остального glow эффект оставляем. Нам надо еще немножко сделать влажными кубами. Я вот думаю, блеском или маской. Наверное, маской, потому что нет такого выраженного блеска в этом макияже. Скорее, да, вот такой эффект влажный на губах. Какой урок уже с вами подряд делаем? Секси липс с контурингом и вот с таким влажным эффектом. Так, ну что? Нам нужно вот здесь больше объема, как у Джиджика. Я такая вжух вся на вечеринку иду с мистером котом. Седанка назначена. А теперь еще как Джиджик так сделаем? Ну вообще, женщина. Gold is cold. Мне прям нравится какой-то такой освежающий получается мейк. Как будто бы вы не сидели заперти в четырех стенах бетонных, а словно бы прям воздухом свежим дышали, отдыхали, расслаблялись и немножко даже подзагорели на солнышке. Макияж, вы видите, что очень простой, поэтому давайте его скорее повторяйте. Мы с вами скоро встретимся снова на YouTube. Пишите темы, которые хотите, чтобы я раскрыла любые. Я уж там выберу. Ну все, хорошего настроения. Всех целую, всем пока.